всем привет дорогие друзья подписчики и гости моего канала с вами канал fuck you и виктор сразу друзья напоминаю вам о том что на нашем канале идет розыгрыш друзья все дневники трейдера которые все видео с дневником трейдера которые выйдут на нашем канале до нового года все будут участвовать в розыгрыше что надо сделать для розыгрыша подписаться на канал поставить лайк этому видео написать какой-то комментарий потому что именно по комментариям будут выбираться победители да ну и конечно же не стесняйтесь не стесняйтесь друзья распространять между своими друзьями наши дневники трейдеров потому что от этого друзья будет зависеть количество наших просмотров а чем больше просмотров тем больше будет сумма розыгрыша потому что разыгрывать мы будем годовую прибыль канала я покажу отчет сколько канал заработал за год вот и мы разыграем между нашими друзьями нашими подписчиками которые комментируют данные видео дневники трейдера причем все дневники трейдера будут каждое видео будет принимать участие победителей у нас будет 5 первое место получит 40 процентов второе третье по 20 и четвертое и пятое по 10 процентов так друзья вступление мы сделали да и так что же что же у нас происходит сейчас и почему так долго не было видео и почему было появилось сегодня видео и я его удалил потому что видео не перепроверил видео было с техническими помехами опять были глюки в видосе поэтому пришлось его удалить и удалил я со всех каналов ссылки из канала видео удалил опять почему-то об с у меня под заглючил поэтому к сожалению пришлось видео удалить и так что у нас произошло за эти дни сегодня у нас четверг друзья 18 число и получается в понедельник я только торговал было две убыточных сделки потом вторник не торговал потому что ездил подавать документы на визу вчера не торговал потому что не было возможности и вот сегодня и вот сегодня друзья сел немножко поторговать так как увидел целый день наблюдал за графиком австралийца да мне нравится вот это вот большая консолидация которая у нас уже формируется до между двумя вот этими уровнями хорошая большая широкая консолидация которая формируется между этими уровнями уже двое суток до цена была выскочила над уровнем потом на новости она опустилась вниз и все и встала тут в канале и уже второй день шурует здесь и вот я увидел у меня летчики стояли я увидел друзья что был у нас пробой канала вот во первых случился пробой каналов вот у нас был тестик сегодня был у нас ложный пробой до цена высоко отходила вверх но импульса силы нету дальше идти даже до грани канала нет подошли и вот цена потихонечку потихонечку спускалась вниз вот формирует нашу пробойную модель то есть маленький бар да мы видим у нас небольшой бар здесь на 14 пунктов до который открывается над уровнем проходит у нас получается 1 атр проходит а это у нас так как у нас 10 атр то мы берем 1130 делим на 10 получается 130 у нас атр а барчик у нас даже больше 140 так александр михалыч подождите вот и после этого как он открылся идет продолжение движения хороший пробой идет под уровень немножечко цена делает ретест уровня она обратно не пускают еще потом она чуть-чуть проходит вниз 8 пунктов я решаю открыться на продолжение движения мне кажется что дальше уже цену не пустят обратно под уровень потому что консолидация над уровнем было очень большая вот как мы видим цену не пускали не пускали теперь она пробила как мы видим все уже пятиминутная свеча закрывается и вот он импульс начинает потихоньку идти сейчас если импульс ухватит силы пробить вот этот вот уровень до где была первая остановка я думаю что хватит потому что как вы видите импульс идет достаточно достаточно хороший вот импульс сейчас музычку немножечко подкручу импульс у нас таки достаточно мощный достаточно хороший такой рванул вот буквально за минуту 11 пунктов или давайте будем говорить все таки в новых пунктах так легче будет так как цифру мы видим 100 до 108 пунктов пролетает цена и как мы видим колбасит очень цену до борются трейдеры сейчас за цену вот поэтому мне кажется что должно быть все хорошо друзья можем открыть себе 15 минуточку дабы было лучше видно на 15 минутки у нас вообще тут после пробития ретест уровня ложный пробой рисуется на 15 минутки да тут закрываемся тут открываемся опять ныряем под уровень опять идет цена вниз да вот так что такие дела друзья чтобы не затягивать видео чтобы не затягивать видео и так уже 6 минут поставлю пока что на паузу больше сделок сегодня рассматривать я не буду у нас доллар канадец ходит тоже в канале пока что ничего интересного разве вот что рисуется модель голова и плечи перевернутая да но это такое тут такая такой размер размытый этот канал вот если будет выход из канала возможность продолжение движения вверх но вряд ли потому что толкают вниз новозеландец у нас толкают вниз до ниже уровня 64 476 фунт у нас сегодня очень красиво сходил и вот уже пробивает друзья пробивает уже новый уровень до хотя уже от ар у него давно закончился уже пошел сверх своего дневного от иара и на этом кстати можно будет можно попробовать заработать на на развороте до отсюда может быть сейчас ложный пробой и отбой откат какой-то можно будет с небольшим стопом войти да и попробовать там пунктов 30 отката поймать но рисковать не будем потому что фунт ходит достаточно таки помногу да вот мы видим за буквально там полдня ну за день можно сказать фунт проходит и по 2 300 пунктов поэтому рисковать здесь не стоит если есть импульс значит есть продавец если есть продавец друзья значит значит очень хорошо цена может упасть теперь в эту сторону на 2000 пунктов смотрите какая была красивая консолидация как четко копейка в копейку не пускали выше уровня 25 624 посмотрите просто к сожалению я этого не заметил был занят но да и более внимание я определял австралийцем поэтому фунт проморгал евро доллар друзья евро доллар у нас идет консолидация возле уровня 12 391 здесь какая-то себе такая сформировалась область немножко идет нажатии как мы видим уже пробит уровень цена зафиксировалась и уже оторвалась от уровня на 250 пунктов да уже хорошая кстати фиксация на часовом графике у нас уже раз два третий бар борется за падение цены по евро доллару поэтому то что евро доллар сегодня достигнет нижнего уровня 11 755 большая вероятность что он до него таки дойдет франк так и продолжает ходить у нас в канале дат между этими двумя уровнями 95 437 и 94 465 но вот ничего пока что интересного у нас не происходит есть здесь у нас какой-то локальный уровень который который время от времени тестируется до не удается его пробить ложный пробой на несколько баров проходит 23 бара возврат обратно под уровень то есть сформировался тоже какой-то определенный канал друзья и цена у нас этих каналов не выскакивает пока что мы ждем же пробоя уровня или 95 437 или 94 465 и тогда уже будем принимать решение куда-то двигаться дальше до или вверх или вниз потому что консолидация тоже уже большая смотрите цена уже у нас раз-два-три-четыре сегодня пятый день вот уже даже давайте мы себе алертики поставим возле этих уровней чтобы не промах не проморгать как с франком да если цена начнет пробиваться так и янка янка у нас заскочила под уровень 107 107 3 0 до до 107 3 0 вот и так ее и не выпустили за этот уровень 107 3 0 до на ниже так и осталось 106 и ниже и толкали ее сегодня до 106 682 но как мы видим после новостей по америке цен цена немножечко отскочила на 300 пунктов но обратно мы же видим что все что вы купили все и сейчас от продается душа душат американцы и ну да вот и вот эта консолидация большая смотрите пробой уровня произошел и я так думаю что так как нету покупателя и этот весь импульс после новости гасится на продажу мы можем сделать вывод до после такого большого хвоста то что у нас цена продолжит тенденцию на пробитие этого уровня тем более что запас ходу еще у нас есть 800 800 пунктов у нас от и ар и 400 пунктов только пройдено грубо говоря от этой грани вот этого уровня 400 пунктов у нас еще есть свободного падения до до нижней грани от иара смело можно будет заходить на пробой уровня если сформируется какая-то пробойная модель у нас друзья поэтому выставляем чуть выше уровня можно на сам уровень наш алертик плюс-минус пару пунктов и когда будет пробой уровня надо будет смотреть друзья что будет происходить да как именно будет пробиваться будет ли это ложный пробой и возврат обратно или это будет несколько остановок и потом пробой да если будет несколько остановок потом пробой вероятность того что цена пойдет ниже намного выше будем смотреть на подход если маленькими после вот этого новостного выстрела маленькими барами сейчас начнут подкрадываться к уровню до дальше мы сможем друзья войти на маленьких барах до войти стопроцентно на продажу причем если маленькие бары будут вот как этот дальше на снижение цены то друзья и стоп лосс можно будет поставить над каким-то хаем небольшим вот допустим над вот этим хаем предыдущим там порядка 150 пунктов на 450 до take profit а потому что цена после такой большой консолидации уже прошла сюда и дальше она будет идти только на снижение следующий у нас большой уровень это 106 3 нуля поэтому отсюда вам можно ждать большого снижения да так друзья в принципе по валютным парам пробежались 13 минут у нас это все заняло все следим за австралийцам принципе фиксация под уровнем происходит да не дают вытолкать цену обратно пока что все у нас в порядке если сейчас на этой на 3 15 минутной свечечки не вытолкует хотят видите борется борется за то чтобы вытолкать опять сверху над уровнем цену но не дают не дают да и если не вытолкают и четвертая свечечка или четвертый барчик тоже будет под уровнем фиксации есть большая очень надежда на то что цену не вытолкают уже и цена пойдет в нашу сторону хотя как мы видим сегодня уже такое было да и вот посмотрите цена даже раз два три четыре пять пять 5 баров фиксировались под уровнем и потом все равно все равно вытолкали цену и она от уровня выходила достаточно высоко на 400 пунктов вверх видать еще крупный игрок не набрал позицию по по этому флету еще ему мало мало нашей крови трейдерской да еще хочет ладно позицию вошли ретест сегодня был опять идет у нас еще один был опять идет у нас ближний ретест да не пускали нижний ниже уровня но пробили на пробое мы вошли все ждем смотрим что будет с нашей с нашей сделкой и надеемся на то что друзья сделка пройдет у нас успешно все ставлю я пока что на паузу чтобы не затягивать и уже покажу вам что произошло сделкой больше сделок у меня на сегодня не может быть так как дневной лимит потери допустим до стоп лосса у меня три процента стоп лосс 250 пунктов это два с половиной процента вряд ли мне выпадет возможность войти со стоп лоссом 50 пунктов какую-то сделку так как рынок очень волатильный и стопов таких сейчас на рынке форекс не найти 50 пунктов все друзья ставлю на паузу ждем окончания трейда ну что ж друзья 22 часа у нас и пока что в плюсики до цена у нас закрепилась сейчас немножечко скручу звук а то сильно громкая музыка как мне кажется как не слышится ну вот четыре процента достаточно будет что мы видим видим следующую ситуацию вошли мы раз два три четыре пять шесть часов назад мы вошли в сделочку да вот был откат резкий вверх но стоп лосс был правильно установлен стоп лосс был установлен выше вот этого барчика по которому после которого началось пробитие на 60 почти 70 пунктов цена немножко выше пошла этого да раз второй раз поднималась на 10 пунктов выше то есть забрали стоп лоссы тех трейдеров которые ставили прям стоп лоссы чуть выше чуть выше бара мы же чуть-чуть перестраховались да чуть выше себе поставили стоп лосс наш стоп лосс не задело вот и как мы видим сейчас цена друзья у нас сконсолидировалась уже окончательно под уровнем нашим да и будем ожидать друзья снижение вниз я сейчас поставлю на паузу уже выключать не буду ну и включаться уже включение не буду делать будем ждать до завтра и завтра уже просто напросто вам покажу покажу что произошло у нас с нашим лотом все друзья пока что ставлю на паузу для вас это будет несколько секунд для меня это полдня все оставляю я на ночь сегодня у нас четверг четверг четверга на пятницу оставляю лот наш торгах другого выхода пока что нету закрываться не вижу смысла так как цена сконсолидировалась под уровнем и и как мы видим больше не пускают до за уровень вот поэтому все шансы есть у нас что цена пойдет в нашу сторону может быть еще даже до полуночи как мы видим до полуночи цена еще может и 400 пунктов пройти 300 и 400 поэтому за последние там два часа до полуночи цена может еще и пол пути пройти до нашего take profit а все оставлю пока на паузу итак друзья проснулся сегодня утром и стоп лосс к сожалению цену выперли выперли друзья опять в канал да не дают не дают нам пройти ниже что это о чем это говорит это говорит только об одном это говорит нам о том что еще большой игрок не набрал позицию еще будет возить внутри канала хотя может быть просто поход за стопами и сейчас сейчас нырнут под уровень и пойдут вниз хотя вряд ли пятница пятничный день друзья на этом буду видео заканчивать стоп лосс у нас получился по этой позиции к сожалению да вчера целый день после того как мы вошли до конца дня держалась позиция даже еще немного ночью до очень долго и вот только в 9 часов утра первый час европейской сессии стрельнула свечка на 200 пунктов да вот и забрали наш стоп лосс ну я так и приблизительно и ожидал когда цену высадили выше уровня уже опять вернули выше уровня можно было ожидать того что цена пойдет пойдет немножко вверх да но я знаю будем смотреть буду ждать посмотреть поставлю еще алерт но вряд ли сегодня друзья что-то будет у нас здесь интересного потому что пятничный вялый рынок пятничный да вряд ли что-то случится все всем спасибо за внимание всем здоровья друзья всем добра и позитива ставьте лайки отправляйте наши видео своим друзьям делитесь нашими неудачами и успехами не только успехами друзья надо делиться надо показывать надо показывать своим друзьям что в трейдинг это не только take profit take profit и увеличение увеличение депозита трейдинг это друзья и неудачные сделки но мы тренируемся мы учимся поглощаем информацию с разных каналов сразу разную информацию все это откладывается у нас в голове друзья и рано или поздно придет момент когда наш депозит будет расти в геометрической прогрессии все всем пока зарабатывайте выстроены мы мы вы 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 Продолжение следует...